Не, ну прикольно, но честно скажу, я бы, наверное, без подсказки вообще бы не догадался. Но сейчас-то мы видели и даже поняли по-музски, что, скорее всего, нашего кролика забрал мужик. Кок за 2,50, Зупи за 3 и Ертен Суп за 3. Так, он... Аааа, это сейчас коктейль Молотова он сделает? Чпойньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваш Дакстры, и сегодня мы с вами поиграем в игрушку, которая называется Mellow and the Christmas Gift. Игрушка, исходя из названия, очень милая, соответственно, праздничная, атмосферная, новогодняя и имеет очень хорошие отзывы в Стиме, к тому же она бесплатная, коротенькая, минут на 30-40 вроде как занимает полное прохождение. Поэтому сегодня мы с тобой погрузимся в эту замечательную, интересную историю, и я надеюсь, что кайфанем. Поэтому нажимаем кнопочку «Играть» и поехали. А пока что идёт загрузочка, мы с тобой ставим большой палец вверх, пишем комментарий для продвижения. Огромное тебе большое, огромное, большущее, большущее, огромное. Короче, вот прям самое-самое гигантское спасибо за то, что поддерживаете другие видосики, а не только прохождение по зайчику, но и зайчик тоже у нас, соответственно, выходит по расписанию всё чётко. Милу and the Christmas Gift — это короткое бесплатное приключение в жанре Point and Click от художника Йохана Скерфта. Отпразднуем в зимние каникулы. Игра является продолжением Милу and the Magpies. Вы поможете Майло найти Тоби? Ну, естественно. Я понятия не имею, кто такая Майло и кто такой Тоби, но сейчас будем находить. Так-с. И вот, собственно, вот в такой вот стилистике всё это дело у нас существует. Какой-то мужик управляет лампочкой на дереве. Это, кстати, очень небезопасно. Вон люди, я так понимаю, отец и его дочери в окне что-то делают. А, это, получается, дочка. Ей подарили кролика. У них вон уже котейка есть. И у нас глава 1. Познакомься с Тоби. Так, давай знакомиться. Знакомиться — это я люблю. Соответственно, новые люди, как бы коммуникация, нетворкинг — это всё очень хорошее дело. Так. Нажмите на Майло. Поехали. Майло — это у нас котейка. Мы с тобой выяснили. Лен, сам дели рисовка прикольная. Батя вон висит на картине, я так понимаю. Хорошо. Так, у нас есть котейка. Точнее, котейка. У нас есть кролик. У нас есть шарик новогодний. Колокольчик. Так. То есть, это ещё игрушка для интеллектуалов. То есть, тут не просто нужно бездумно нажимать, а как-то знаешь. Ага. Так, котейка спрыгнула. И что нам делать с этой информацией? Она, типа, забайтилась на колокольчик. Так, смотри. Мы ещё можем нажать вот на эту замечательную штучку. Она сейчас будет на колокольчик прыгать, скорее всего, да? Нет? Ангелочек висит на ёлке. Такая красивая, кстати, ель, ты посмотри. Прям кайф. А здесь, я так понимаю, сидит маман. Свечи зажгли. Висит портрет бати. Так, и чё, и куда? Point and click. Point and click это называется нажимай и кликируй. Так. Но пока что всё, на что я могу нажать, это колокольчик. А, конечно же. Майло, познакомься с Тоби. Они у нас спрыгнули, соответственно, на пол и начали тусить. Так, знакомься. Здоров. Ага. Ну, привет. Милота. Блин, на самом деле, кролики это офигенная тема, как домашняя зверюшка, но они так мало живут, и от этого так грустно. Ну, то есть, блин, ты к нему привыкаешь. Ой, ты посмотри, что делает. Так это тоже так умеет, ничего себе. Майло и Тоби, значит, окей. Вот, и как бы котейки, даже котейки, проживая там 10-15, наверное, лет максимум, всё равно, когда погибает домашний питомец, это очень грустно, это прям трагедия в семье. А кролик, которому ты тоже успеваешь привыкнуть, ну, мне кажется, очень и очень жалко. Так, ну и чё он? У них, значит... Не понял. Котейке не понравился кролик, он его прогнал? Майло, аккуратно, он просто хочет подружиться. Ты чё, блин? Ни хрена себе. Это как бы у котейки 9 жизней, а у кролика нифига. И он убежал. Так следи вон, звездец. А кто же дверь-то оставил открытой? Батя, может, на работу ушёл и забыл захлопнуть? Так, ну всё, встаём, ищем нашего кролика. И котейка за ним пустилась. Пляс. Так, ну ладно. И вот, получается, они свалили. Угу. Тинь-тиринь-тинь. Не надо ходить к тем странным соседям. Подумала про себя котейка. Ээээ... Ну, слушай, а кролика-то надо доставать же. Поэтому придётся исходить. Глава 2. Фейерверки. Отлично. Ух, ничего себе тут у нас интерактивов как много. Я могу сразу заметить, какие предметы, ну, как бы потенциально могут нажиматься, а какие нет. Маленькие предметы можно переносить. Даже переносить. Перетащите телефон к розетке. Розетка... Розетка вот здесь у нас. Отлично. Так, зарядили телефончик. А кто это вообще? Какой чувак сидит? Так, он... Это сейчас коктейль Молотова он сделает? Нихрена себе. А, это петарда просто. Точнее, ну, салют, фейерверк, все дела. Я уже думал, всё, коктейль Молотова. Ну, салют и, конечно, Новый год запускать нормально. Очень даже празднично. Но, опять же, делать это нужно максимально аккуратно. Потому что залетит к соседу на балкон и будет звездец. Так, у нас есть также вот эти вот лампочки замечательные. Ещё одна котейка белая, кстати. Это, наверное, подружка нашего серого кота. Ага. Так, ну, она, скорее всего, не будет прыгать. Здесь высоковато довольно. А кролик у нас, соответственно, спрятался в сарай. Здесь у нас... Я так понимаю, библейские сюжеты. А, ну, потому что Рождество, логично. Так, получается, мы должны понять, с помощью чего нам выгнать оттуда кролика, да? Типа он там сидит, мы на него нажимаем, он куда-то плюс-минус побегал и всё равно возвращается на свою позицию. Так, ну, давай поиграем за котейку. Нажимаем на него. Он идти никуда не хочет. Так, здесь мы, к сожалению, с чем взаимодействовать не можем. Белая котейка тоже не прыгает. А может быть, что-то должно произойти, когда запускается, соответственно, салют? Слушай, мне кажется, да. Вот, смотри, он его запускает. Внимательно следим за котейкой, за кроликом. Всё, они разбежались. А кролик-то нет. Котейки у нас разбежались, а кролик нет. Нужно ввести пароль. 1, 2, 3, 4. Нет, 1, 2, 3, 8. Нет. Тогда я не знаю. Все, как бы, варианты перебрали. Всё, больше нет. Слушай, а чё он идти-то не хочет? Потому что он, наверное, не знает, что кролик сидит здесь. Это у нас с тобой такой хороший обзор, перспектива и все дела. Но у нас есть телефон. У нас есть телефон. У нас есть также лампочки. Причём довольно рандомно висящие лампочки. То есть, понять по ним какой-то код, я пока что не могу. Больше здесь ничего не нажимается. Есть телефон. Ну, скорее всего, телефон и кролик напрямую связаны. То есть, нужно то ли узнать пароль, то ли что-то. Ну, давай ещё разочек запустим. Здесь всё связано вот с этим чуваком, который запускает салют. Сто процентов. Есть также ещё вот такой вот Chinese Dragon. Соответственно, китайский дракон. А у нас как раз год дракона. Очень символично, смотри. Ну, вот что с этими лампочками-то делать? Четыре здесь вот типа. Два, один, три. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, код у нас всё равно четырёхзначный. А лампочки в связке висят как будто из пяти состоящих. Есть ещё вот такие вот замечательные свечи, которые здесь в кустах горят. Вот свечи. Раз, два, три, четыре. Красное, синее. Красное, зелёное. Не знаю, как это по цветам. Слушай, интеллектуальный экран на самом-то деле. Я реально пока что не выкупаю от слова совсем. Звездец. Их нужно было, оказывается, нажать по возрастанию. То есть с первой по пятую. Хорошо. К чему-то мы с тобой продвинулись. Теперь котейка, возможно, сможет запрыгнуть по этой штуке. Сейчас вот он, хоп. И нифига. Бутылка. Один, один, девять, восемь. Вот всё, другое дело попёрло у нас с тобой. Один, девять, девять, восемь. Значит, один, девять, девять, восемь. Хорошо. Групповой чат. Наши соседи. Моя дочка Марлен потеряла своего кролика. Это был подарок на жительство. Если ты найдёшь его, пожалуйста, дай нам знать. Подожди-ка, Хандер. Ты что-то там с животными. Сохрани фейерверк для... Ну, сочельника типа. Я это всё мог сразу же перевести. Серьёзно. Ну, мы с тобой профессионалы. Только New Year's Eve перевело как просто Новый год. Хорошо. И чё? Чувак у нас зашёл сюда. И он закрыл там нашего кролика. И чё делать? А это тильт. Так, вышла какая тётчика. Здравствуйте. И у нас наступает глава номер 3. Рождественское дерево. Хорошо. Ну, немножко посидели, потупили. Как бы тоже бывает. Но главное, что весь секрет реально таился в этих лампочках. Так, котейка снова вышла. И ещё какая-то... Женщина с собачкой. Здравствуйте. Давайте тоже знакомимся. Слушай, сегодня реально какая-то аномалия. Все животные куда-то убегают. Вот казалось бы, всё хорошо. И хозяева кормят, поят. Они в тепле находятся. Но почему-то им постоянно хочется куда-то свалить. Чё такое? Так, ну чё? Чё будем делать? Ага. Вот теперь она спрыгнула. И мы можем пообщаться. Так, у нас происходят какие-то странные движения, на самом деле. И вот здесь уже начинается кот. А этот кот, это свечи, я так понимаю. Нужно их считать. Ой, ещё одна бабулечка. С котом Фениксом. Это же Феникс вроде. А, Сфинкс. Сфинкс, по-моему, да. Короче, смотри. Красный, красный. Вот, опять же, нужно считать здесь просто красные цвета. Или именно красные свечи. Скорее всего, просто красные цвета. Получается, два. Оно сохраняется? Сохраняется, отлично. А дальше у нас идёт зелёненький цвет. Зелёненький, зелёненький. Раз. Ну, это у нас какой-то голубой. Это вот здесь будет. Раз, раз. А вот белого. Раз, два, три. А белого получается три. И? Нет, чё-то не то. Чё-то не досчитали мы с тобой. Раз, два, три. Раз, два. Ой, здесь можно разбить стекло. Ничего себе. А зачем? Чтоб туда залезть и спасти кролика. Правильно? Или неправильно? Я нажал на эту свечу. И вот эта замечательная, милая женщина о чём-то задумалась. А, так у нас здесь ещё и картинка. Получается, голубых-то... Получается, плюс один голубой, плюс один зелёный. Плюс один голубой, плюс один зелёный. Шантал? Что? Шантал? Шантал? Кто такой Шантал? Я не знаю никаких Шанталов, а вы чё? Ещё и на ёлке цвета, да вы серьёзно? Так. Так, каждому получается плюс один. Или свечи не считаются? Ой, звездец. А почему? Шантал? Какой Шантал? Вот я Шантал. А, мы можем туда залезть даже. Ну, конечно. Всё сломали. Семь. Семь каких-то фейерверков. Так, котейка пошла. Это у нас шарики. Ну, смотри. Раз шарик красный. Два шарик красный. Всё. Два красных шарика. Почему нет? Ой. Кролик у нас начал чё-то выпрыгивать. Его нужно подсадить, котейка. Помоги. Ой, какой-то мужик ходит с открыткой. Нормально. Все уж гуляют. Так. Ага. С Новым Годом и счастливого... Точнее, с Рождеством и счастливого Нового Года. Жанро Ревемшот. И здесь у нас тоже ёлка. Есть разные птички. А к чему это сейчас? Ну да, это мы с тобой уже прочитали. Это можно передвигать? Серьёзно? Нормально, мужичок ходит. Так. Что случилось? Это он, походу, там упал где-то. Ну, это, возможно, подсказка к ёлке. Но какого фига он нам дал всё бесцветное? А мы с тобой должны цветные шары расставить. Или, может быть, вот эти вот как раз подсказки, что красный должен быть ниже зелёного? Блин, ну это звездец. Очень много позиций. Так-то смотри, на каждую звёздочку мы можем что-то повесить. Короче, я немножечко подглядел и в моменте реально открыл для себя, походу, все тайны бытия. Потому что то, как решается эта головоломка, ну реально, меня очень сильно прям удивило и повергло даже, я бы сказал, в шок. Так, смотри, прикол. Это вообще не так легко, как думал я. Посчитаем цвета, всё это дело сложим, вот сюда, значит, запишем. Нихрена. Мы с тобой заходим сюда и видим вот эти вот замечательные полосочки. Эти полосочки, оказывается, символизируют ёлку. Соответственно, видишь полосочки? Вот, они здесь дублируются. Эта штучка у нас висит на самом-самом верху. Соответственно, мы с тобой синий шар вот сюда фигачим. Дальше смотрим. Это у нас немножечко раз-два и направо. Соответственно, здесь мы с тобой это вешаем вот сюда. Дальше мы с тобой заходим вот сюда и видим, что это самый низ, самый низ ёлочки. Соответственно, мы с тобой вешаем белый вот сюда, а красный вот сюда. Да? или нет и ночью повыше и ночью так так а в смысле чего не так блин даже с подсказкой не получает серьезно нашу ручку правильно сделали вот она белая потом красная белая в самом низу а красный наверно вот сюда так подожди-ка зеленый у нас получается 1 идет вторая зеленый правильно вот эти вот два шарика висят правильно осталось понять что делать вот с этими ну вот получается этот висит прямо на линии а это висит вот здесь и чего задумалась такая что не так то в смысле синий зеленый это что-то реально сложное друзья я к такому не был готов если честно значит серьезно но получается это мы вешаем сюда это мы вешаем сюда нет это мы вешаем все таки сюда это мы вешаем волшебство да и только капец так хорошо и если ты думаешь что это все нифига мы заходим в елку нажимаем вот сюда и видим солнышко а где мы с тобой еще видели солнышко правильно вот в этой штучке и это солнышко указывает на 3 человека соответственно там где у нас голубой цвет мы с тобой указываем число 3 ты прикинь дальше смотрим этот шарик у нас зеленый он как раз показывает белую свечу и мы с тобой здесь должны считать белые свечи раз-два-с-три-с вроде как на этих рисунках никаких свечей не было а было две штучки получается три настоящих и ну эти я надеюсь считать не надо а три настоящих и две нарисованных соответственно там где у нас зеленый шарик мы с тобой делаем что правильно число 5 дальше идем красный шарик это у нас фейерверк мы с тобой помним что что фейерверк у нас показывает число 7 соответственно красный шар это у нас число 7 и последний белый это нас колокольчики колокольчики у нас где вообще так но у меня хорошие новости мы с тобой три цифры ввели правильно 753 только вот здесь вот у нас не один а а а 4 потому что колокольчик звонит четыре раза это охренеть это просто охренеть потому что обычно как ты либо обращаешь внимание на цвет либо ты обращаешь внимание на количество либо ты обращаешь внимание на звук то есть если есть головоломка со звуком ты решаешь головоломку со звуком и ты прислушиваешься и здесь головоломка Как бы с каким-то цветом ты его ищешь А здесь просто намешали Всего подряд, офигеть Не, ну прикольно, но честно скажу Я бы, наверное, без подсказки вообще бы не догадался Так, какой-то мужик зашел И у нас с тобой глава 4 Зимняя страна А, зимняя страна чудес Зимняя страна чудес, конечно же, зайчик у нас Куда-то направо тоже убежал Ага, котейка, значит, вылезла Да вроде чисто можно идти Сектор чист, заходим Поехали Нормально, слушай, они подружились И друг на друг катаются Красота Окей, ну естественно, они так долго в этом сарае сидели Им было о чем поболтать Все, уже друганы, смотри, играются Веселятся Так, а мужик у нас Где-то здесь стоял, какой-то непонятный, стремный Окей И мы с тобой должны снова что-то сделать Сова Нифига котейка приземлилась А сова, походу, нашего кролика похитила Серьезно Пока мы там вдупляли в снегу Все И что же делать А где наш друган Ага То есть я должен что-то нажимать, да? Что-то должен нажимать А вот же он Красава Он спрятался от совы И его никто никуда не унес А сова так-то, как бы, птицы хищные Могла спокойно схватить И до свидания А, это прятки, я понял Они играют в прятки Так, мы, получается, закрыли ушки И теперь ищем котейку Так, какой-то мужик что-то достал А что он достал? Баночку Баночку чего-то прохладительного Или что? А, теперь мы ищем котейку Так, котейка, котейка, котейка А я вижу Все, спалили Хорошо Вот прятки Совсем другая тема Это на внимательность Мы с тобой смотрим в каждый пиксель Вглядываемся И... Ух, ничего себе, танцы Нормально Слушай, хорошо исполняют И в снегу И мужик на это все дело смотрит Такой... Нифига себе Так, все, у нас котейка снова ищет Но сейчас-то мы видели И даже поняли по-мутски Что, скорее всего, нашего кролика Забрал мужик Ну да, я его, собственно, здесь не вижу Такс, котейка Нужно залезать срочно в окно Десантироваться И спасать нашего мохнатого друга Только нужно понять Как это лучше сделать А сделать это лучше в пятой главе Потеряться в снегу Окей Хорошо так пошло, да, спидранчик? Такс И, собственно, мы с тобой пришли На какой-то местный, видать, рынок У нас написано Кок стоит 2,50 Кок Кок за 2,50 Зупи за 3 И Ертен Суп за 3 Слушай, нормально Нормальная тема Как бы Уточки у нас плавают Причем есть, смотри И мандаринка И обычный селезень Вот это у нас какая-то крыса Которая тоже пришла, видать, поглазеть Пацанчик какой-то едет на коньках С девчонкой Слушай, тут прям настоящая автомагистраль Из этих конечников Так, ну котейка, наверное, стремается куда-то идти Потому что снеговик грустный, смотри-ка Очень много всего происходит Чувак ест суп Продавщица, пока не смотрит, тоже решила пирожок уплести Но ее спалили Все, уволена, походу Да Ну ты, конечно, даешь Вот это облом Так, и здесь мы можем с тобой что-то выставить Ой Ой, подожди, сейчас все спалим нахрен Пока она ушла Тихо А как суп-то варить? Может быть вот это вот Кок 2,50 3 3 2,50 Ну, наверное, вот это вот А это раз Ну, типа 3 Типа 3,3 Так Или вот так Там, смотри Что самое интересное 3 и минус То есть как раз таки Вот этот минусик Он нарисован у нас на плите Так, она пришла Начала варить супчик Вроде как мы с тобой все правильно сделали Шапочка новогодняя, зимняя Че это? С крыши что-то капает, да че? А, ну там, наверное, жаришка Из-за этого снег растаял и все Так, удочки чилят Я не понял, мы с тобой правильно сделали? Да, суп мы с тобой приготовили Отлично У нас появилась шапка теперь Че с ней делать? Эээ Так, может теперь кошка у нас сорвется И будет за мышью охотиться, нет? А, мужик поехал дальше Ну нифига ты свинья, чувак Надо было все выкинуть в мусорку Офигеть Живет же в этом городе Катается на этом катке Общается с этой девчонкой Которая ему это все дело приготовила Взял, выкинул, блин Жесть, свинота, реально Такс, и что? Мы должны сейчас сорваться? А, у нас теперь мышка Ее черед А мы все время думаем о нашем кролике А, типа котейка подумала то, что это кролик Жестко задрифтила на льду Крыса тем временем убежала А мы с тобой А мы с тобой что? А мы с тобой не можем дальше бежать Потому что нам очень и очень скользко Так, забавно, окей Что же делать? Ой Отражение Котейка смотрит в лужу И видит в ней кролика? В этом есть какой-то сокровенный смысл? Но ей это показалось Кто это? Ой Щучка Надо ловить А, так это все лед Это речка Нифига Я только сейчас понял Это реально застывшая речка Как раз поэтому мост через нее А как вот это вообще возможно тогда? Если это застывшая речка Почему вот этот прилавок чисто Ну, в воду выходит летом Это же странно Так, снова у нас пацаны умчат Ага Ветка Ветку лучше убрать Так, а ветку куда убрать? А ветку собаке надо дать Чтобы она поиграла с ней Отлично Ага На А собака, наверное, не хочет спускаться Хотя нет Ничего не боится Это у нас, оказывается, хозяйка была в новогодней шапочке И мы с тобой на нее нажимали Но она постоянно то вправо, то влево крутила головой И довольный песель у нас вместе с палочкой идет А вот котейка Так, мы ее с тобой спалили только что А, и она типа зовет как раз хозяйку посмотреть Типа, смотри, как у нас тут Новые соседи заселились в коробочку Ну, окей, пойдем Реально, местами вот в point and click играх Даже вот не учитывая каких-то головоломок Ты реально тупишь Потому что, ну, вроде ты нажал на собаку Она гавкает хозяйке Нужно нажать на хозяйку, чтобы она как-то запустилась Пошла, двигалась и прочее Так, все, хозяйка пришла Собачка пришла Мы нашли котеечку Она у нас трясется вся бедненькая И сейчас мы, скорее всего, под Рождество Вернем нашей безответственной девочке Которая оставила открытую дверь И котейку И... Кролика Ля Это не Тоби Это Майло Так их там двое Наверное Нет? Их там не двое? Нифига переход А кролик-то где? А вот и кролик Твой отец уже принес Тоби Ооо Ну да, слушай, финалочка милая Они даже обнялись Все, настоящие друзья У нас вон еще справа на руках белая котейка И мы с тобой получили ачивку Крисмас гифт Милый и Тоби Are back home Что переводится, как Они вернулись домой Люди, которые помогли мне в создании этой игры Собственно, разработка Музыка Озвучка Переводы Все эти люди приложили руку К Мне кажется Очень даже замечательной игрушке Коротенькой Местами Сложной Опять же, как мне показалось Но К счастью Мы с тобой быстренько Нашли подсказочку И все дело решили Нет Рисовка прикольная Вайбова Мила Мила И Название игры И В целом Это все дело Очень мило выглядит У них даже есть вконтакте То есть Походу Это Российский какой-то разработчик Который все это делал Также ВК продвигает Создал свою группу Хотя вот Джохан Скрафт Не знаю Зачем мы тогда ВК создали Интересно Second Maze Короче, интересно И непонятно Но Понятно то, что мы с тобой Прошли эту игрушечку И получили вот такой Замечательный финал Когда Наши зверюшки Снова Кружатся в танце На этом Снегу На льду На катке И Соответственно Вновь они Встретились Соединились И теперь будут вместе Тусить У этой Опять же Безответственной Как мне кажется Девочки Ну звездец У тебя блин Две зверюшки Почему нельзя было Закрыть дверь И убедиться Чтобы они никуда не сбежали То же самое кстати С окнами Оставишь открытым окно Кошка Хоп И все У нее 9 жизней Ей как бы пофиг Вот Поэтому Если вам понравился Данный видосик И вы еще возможно Хотите каких-то Подобных Коротеньких игрушечек Не обязательно Point and click Может быть Просто Другого шанра Может быть Про новый год Рождество Может быть нет Обязательно Напишите об этом В комментариях Также не забывайте Подписываться на канал Нажимать на колокольчик Включать там все уведомления Обязательно ставите лайки Подписываться на телегу И на канал Также подписывайтесь И соответственно Следите за Выходом новых роликов А с вами был Ложда Экстра Всем хорошего настроения Всем удачи И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok